доброе раннее утро мы все еще на побережье тихого океана но по крайней мере без дождя и снова в дорогу говорится нет нам покоя ни ночью ни днем выезжаем или как говорит наш гид вам она видите что творится он творится везде нет этот отель который мы продвигаемся все дальше и дальше папан американо ехали много затопленных участков мы двигаемся в сторону сан-хосе а где-то за нами двигается ураган сара особо пострадали гватемала гондурас и коста-рика северные части но мы как-то бежим вперед этой сары и продвигаемся дальше остановились на фруктовом рыночке взять поесть и собой что-нибудь чего тут только нет большинство названий фруктов я не знаю такие мохнатые дыньки что только нет конца не видно этим фруктом едем сегодня 4 часа так что питаемся в походных условиях в банановом листе вот такое пюре из кукурузы и там мясо и овощи нового года являлся местом где был расположен первый аэропорт который назывался эль коку кокос аэропортный хвост было построен в 1940 году значит католическая церковь очень сильно 83 процента населения являются католиками по конституции на свободное исповедание ступили ногами на землю сан-хосе странный город очень странный хотя он уже 200 лет столица поста-рики но так ничего отличающегося от других городов не обнаружено то есть просто город старый ну такой не очень ухоженный и некрасивый пока это вот местный арбат шходная улица это все местные жители вовсе даже не турист вяжуха вот это самая центральная улица сан-хосе а нас напали продавцы магнитиков очередь из продавцов уже выстроилась ну а киевси и новый год вечный вот так вместе с цветочками продаются шляпки сант-клау конечно же лотерея это такое латиноамериканское все какие-то киоски с голубями и много-много людей памятник героем настоящего времени которые подняли экономику этой страны грамотная очередь людей которые хотят снижаться но они видят не серьезно сейчас все в банках люди выкладывают зарплаты тринадцатые зарплаты тринадцатые, зарплаты тринадцатые, зарплаты тринадцатые недели, полно человек людей, полно банков когда я приехала на старинке, самым лучшим в здании на старинке был вот этот хаб вот здесь сейчас появились грамотная очередь людей которые хотят снять деньги из банкомата вот они в банк стоят множество уличных каких-то торговцев вот как-то провинции были побогаче выглядели по крайней мере еще один памятник самая была такая значимая война когда американцы положили глаз на Коста-Рику а он позвал французов на помощь и он является национальным героем хотя его конечно же расстреляли потому что объявили вором и говорят пришло помилование но оно опоздало на двадцать минут так что не повезло а это здание почты и телеграфа, центральный телеграф но оно закрыто, марок нет вот написано Кореус, телеграф самое красивое здание в Сан-Хосе построено в 1916 году красивое да не глянешь, везде очередь за чем-то может быть эти тоже стоят в банкомат? а, ну да, тоже в банкомат видимо какие-то проблемы тут с деньгами-то следи улицы торговцы а тут красота красноамериканской женщины я подумаю над этим вопросом торговля запрещена но вот сейчас как бы перед Рождеством разрешают продать какие-то милые вещички на подарки поэтому здесь пол тротуара занят зданий вот таких красивых осталось в частном владении, которые были ну, много разрушилось после землетрясения а в основном снесли сами для того, чтобы потом продать землю под вот это то, что сейчас у нас построено в центре под банки, под вот такие высоточки ну, короче говоря, вот так историю свою потеряли так, вот такая красота типа какая-нибудь центральная площадь но вокруг, к сожалению, некрасивые здания а вот что есть что осталось после землетрясения и бума продажи земли вкрапления красивых домов но единицы просто а это Тиана 1920-й год церковь Сан-Хосе 1860-го года около церкви Сан-Хосе стоит Иоанн Павел II поставленный здесь в годовщину смерти его его тут очень любят по всей Центральной Америке а мы зайдем в собор такой в стиле гнеоготика страдал от землетрясений, но очень красивые витражи потолок ну и, соответственно вот еще раз разнообразие что только нету на одном перекрестке ну и вот пришли опять на какую-то центральную площадь где собрано все-все-все немножечко туман с дождем но ливня пока нет держимся это первый президент 1824-й год очень прогрессивный был красивое здание наконец-то прям фотографирую каждое конечно же это театр национальный это гранд-отель Коста-Рика в котором люди, купившие билеты в национальный театр могли прожить одну ночь бесплатно строили 7 лет с 1890 по 1897 год на народные деньги мрамор из Италии литье еще откуда-то местное только дерево на полу интерьеры шикарные было бы время попуще можно было бы сходить туда попробуем сунуть нос литье шикарное просто деревянные двери мраморный пол ну такая красота со всех сторон колонны каталог но это только фойе это вот оригинальные фигуры копии стоят наверху танец и музыка а это комедия и трагедия за стеклом соответственно продолжение всей красоты и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Считалось священное животное Лягушки и грифы Вот грифы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Самое известное изделие этого музея, сейчас покажу, это цепочка с полыми шариками. А это фигура шамана, который является одним из символов этого музея. Более поздний период, это тоже лягушка, одна из знаковых фигур этого музея, но вообще тут все очень интересно. А здесь дельфины, ой, он лобстер. Уникальная фигура, во всех каталогах она присутствует. В Сан-Хосе тумана мы еще не видели, там здание еле видно. Хороший музей, будете в Сан-Хосе обязательно посетите. Попали на какую-то ярмарку, мероприятие, вообще мы идем смотреть очень красивый монумент, который из-за тумана виден плохо. Монумент независимости в Коста-Рике. Тут и угнетенная Никарагуа, и Гватемала. Ну, короче, все страны, где мы уже побывали. Во всех сторон. Это все посвящено 19 веку, когда тут была американская интервенция. Вот, значит, изгоняют Уолтера того самого. Впереди стоит Коста-Рика с той стороны Гватемала. Это Гондурас, сзади Сальвадор, а лежит порабощенная Никарагуа. Добрались до отеля в Сан-Хосе. Ну и завтра будем прощаться с Коста-Рикой. Да и вообще с Центральной Америкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова